Когда вы снова и снова наполняетесь силой, вдохновением, божественной энергией, все меняется. Ваш образ мышления меняется, а вы становитесь менее уязвимыми для атак. Если вы примете и будете делать то, что нужно, все мои семь практических советов о том, как построить оборонительную стену, осуществимы, и они позволят вам не пускать дьявола в свою жизнь. Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в древнем городе Сардисе. В свое время он был столицей Лидийского царства и впоследствии стал одним из крупнейших городов Римской империи, в провинции, называемой Малая Асия. Я смотрю на эти колонны, они поистине огромны. Сегодня они разрушены, и от них остались лишь руины. Интересно, как настолько основательное строение, так богато обставленное и столь долго простоявшее здесь, превратилось в такие развалины? Как это произошло? Об истории Сардиса известны удивительные факты. Это был очень богатый город. Когда-то он обладал огромной мощью. История гласит, что местные горожане гордились собой. Были очень заносчивыми, самодовольными людьми. Они думали так. Мы, жители Сардиса, великие люди, мы знаменитые, богатые, могущественные, сильные. Никто нас не одолеет. Из-за своей самонадеянности они перестали следить за состоянием города, и мало-помалу Сардис пришел в ветхое состояние. Очевидно, это коснулось и церкви в этом городе. Именно к этой церкви Иисус обращается в третьей главе книги Откровения. «Знаю твои дела. Ты носишь имя. То есть у тебя есть репутация, будто ты жив, но ты мертв». Жизнь крестьян в этом городе не соответствовала прекрасной репутации, которая у них когда-то была. Они жили в тени былой духовной славы, и Христос им говорит «Покайтесь». Часто покаяние — наилучший выход. Мы принимаем решение измениться, вернуться туда, где мы когда-то были, и поступать правильно, живя в послушании перед Богом. Иисус сказал верующим в Сардийской церкви, «Настало время покаяться». Это очень сильное слово, и мы должны знать, что оно означает. И об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ремером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня последняя передача серии, посвященной духовному противостоянию и тому, как построить оборонительную стену, чтобы не впустить дьявола в свою жизнь. Во вступительной части я находился на развалинах города Сардиса. У этого города весьма интересная история. Он оказался в опасности, потому что его жители с пренебрежением отнеслись к трещинам, которые образовались в городских стенах. Через некоторое время я вернусь к истории Сардиса, но прежде хочу напомнить, что у вас есть возможность скачать бесплатно серию учений «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Цикл аудиопроповеди основан на этих программах, и с этим циклом вы можете получить замечательное учебное пособие, в котором много фактов, греческих слов, определений. Его можно изучать самостоятельно в группе. Уверен, вам необходим этот материал. И вы можете скачать его бесплатно на нашем сайте ignc.org. Имея духовное оружие, вы можете одержать победу над врагом, разоблачить его коварные козни. Помните, задача дьявола — сбить вас с пути к вашему предназначению. Но применив духовное оружие, вы способны пресекать любые попытки дьявола обмануть вас. И этот материал насыщен учением о духовном оружии, которое необходимо, чтобы изгнать врага из своей жизни, и ваша жизнь преобразится. Теперь давайте обратимся к учению. Сегодня заключительный выпуск в этой серии. Мы начнем с ключевого стиха, 1 Петра 5, 8, где сказано «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Для начала вспомним, что означает слово «противник». Мы подробно разобрали его в предыдущих программах. Это греческое слово «антидикос». Примечательно, что именно оно употреблено в этом стихе. Потому что в первом веке нашей эры, когда Петр писал свое послание, слово, переведенное здесь как «противник», греческое слово «антидикос», использовалось для описания того, кто выступал на суде с обвинением. В дословном переводе эта фраза будет звучать так. «Дьявол ваш обвинитель». Мы знаем, что он делает. Он обвиняет. А как он это делает? Он собирает сведения о сферах, в которых обвиняемый преступил закон, нарушил какое-то правило, и потом выдвигает обвинение, чтобы правонарушитель понес наказание. И если выясняется, что подсудимый не совершил ничего плохого, его далее нельзя преследовать по закону. Тактика обвинения всегда основывается на том, что человек что-то нарушил. И Петр употребляет именно это слово, чтобы описать, как действует дьявол. Если мы живем правильно, живем по Библии, ходим в послушании, слушаем голос Святого Духа, то все двери будут закрыты, а трещины в стенах будут тщательно заделаны. Но если вы совершаете что-то неправильное, осознанно или неосознанно, есть нарушение закона, и дьявол говорит «Вот оно, через эту дверь я проникну в его жизнь». Он ждет, когда вы нарушите духовный закон, потому что в этот момент вы открываете для него дверь в свою жизнь. Вот почему Петр начинает 8 стих со слов «трезвитесь и бодрствуйте». Слово «трезвиться», греческое слово «нифа» означает «быть серьезным», «не думать, как неразумная пьяница», «иметь серьезный настрой». Слово «бодрствовать», по-гречески «Григорио», означает «возвести оборонительную стену», «быть настороже», «охранять». Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. В 9 стихе апостол говорит «противостоите ему твердую верою». Мы уже разобрали слово «противостать». Греческое слово «антистами», оно означает «организовать сопротивление». «Организовать» значит «запланировать отпор». Речь идет не о спонтанной реакции, а о продуманном противодействии. Организованное сопротивление. Когда ты следуешь стратегии сопротивления, даешь тщательно спланированный и хорошо организованный отпор, нельзя сказать «давайте дождемся нападения, и тогда решим, что делать». Нужно строить свою жизнь так, чтобы в случае нападения противник потерпел неудачу. Речь идет о хорошо организованном и тщательно спланированном сопротивлении. Слово «твердый» в этом стихе, перевод греческого слова «стереус», которое означает «укреплять», «усиливать что-то». Объединив все значения слов, мы получаем следующий смысл. И я прочитаю, как этот стих звучит в моем расширенном варианте. «Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере». Есть ряд полезных правил, следуя которым мы можем утвердиться в вере и подготовить организованное сопротивление. И даже если противник захочет проникнуть в вашу жизнь, у него ничего не выйдет. Об этих правилах я рассказывал вам на протяжении нескольких передач. Давайте сделаем краткий обзор этих практических советов. Все они вполне выполнимы, иначе я бы их не давал, ведь то, что я советую вам, я сам практикую и не трачу на все это несколько часов каждый день. У меня уходит лишь несколько минут. Но это позволяет мне построить стену, которая защищает меня от нападений врага. Итак, что это за правило? Давайте повторим первые шесть и перейдем к седьмому. Первое. Каждое утро проводите время с Богом. Псалом 5.4. Давид говорит, «Господь, рано утром Ты услышишь мой голос, и я буду взирать на Тебя». Давид знал, что если человек не поднимает свой взор к небесам в начале дня, то его начнут одолевать неприятности. Ему сообщат плохие новости, придут негативные мысли. В вашем случае это может быть электронное письмо, СМС, звонок, которые могут испортить весь день. Или ваш муж или жена посмотрят на вас как-то не так. Поэтому прежде чем встать с кровати, начните день с краткой молитвы. Постройте вокруг себя оборонительную стену. Это важно и осуществимо. Второе. Каждый день проводите время, насыщая свой дух из разных источников. Этот совет основывается на втором послании к Тимофею 4.13, где Павел, находясь в тюрьме, пишет Тимофей, «Когда придешь ко мне, принеси книги». Павел хотел читать, питать свой дух. Он знал, что это укрепит его на то время, что ему осталось жить. Вам нужно питать свой дух из разных источников. Это не значит, что надо прочитывать по одной книге или даже по главе в день. Но читайте хотя бы что-нибудь, что будет укреплять, назидать вас, подобно удобрению для растения в саду. Третье. Каждый день проводите некоторое время в тишине. Об этом говорится в книге Притчи 27.19. Порой нужно прислушаться к себе. Нужно нащупать связь с собой и понять, что вы чувствуете, о чем думаете, к чему стремитесь. Если проживаете день за днем, словно робот, то можно стать с одной стороны бесчувственным, а с другой — уязвимым. Но если вы умеете прислушиваться к себе, знаете свои мысли, чувства, стремления, то тогда вы бодрствуете в духе и храните бдительность. Четвертое. Каждый день проводите время с теми, кто укрепляет вас, кто положительно влияет на вас. В послании к Евреям 10.25 написано, что каждый день нам нужен тот, кто будет увещевать нас. Кто ободряет вас, кто вас поддерживает. Как часто вы видитесь с такими людьми, сколько общаетесь? Друзья, вам нужны союзники, союзные войска, люди, которые встанут плечом к плечу с вами, поддержат вас, пойдут с вами в сражения с жизненными трудностями и помогут не впустить дьявола в жизнь. Вы нуждаетесь в тех, кто укрепит вас. Если же таких людей нет, позвоните нам, мы будем молиться за вас и станем вашими союзниками в духе. Пятое правило. Самое простое. Каждый день находите время, чтобы остановиться и признать величие Бога в своей жизни. Об этом говорится в Псалме 118, 164, где Давид восклицает, «Семикратно в день я буду прославлять Бога, потому что его суды праведны». Давид часто сталкивался с несправедливостью. У него были враги повсюду, внешние, внутренние, даже внутри семьи. Он был окружен коварством, и мысли об этом могли поглотить его. Вокруг меня одни враги. Но Давид принял решение, я буду вести календарь. У меня будет особый распорядок дня, семь раз в день. Что бы я ни делал в это время, что бы мне ни говорили, я буду откладывать все дела и говорить, «Бог праведен во всех своих судах». Следуйте этому примеру. Останавливайтесь и провозглашайте Иисус Господь и у Бога вся власть. Давид делал это семь раз в день, очень полезно, периодически, оставлять все дела и говорить, «Я признаю, что Бог благ ко мне, Иисус мой Господь. Моя жизнь в Его власти, все мои дела в Его власти». Если вы будете осознанно делать это раз за разом каждый день, то сохраните настрой, нужный настрой, и возведете надежную стену. Теперь шестое правило. Каждый день говорите «нет» тому, что не следует делать. Не соглашайтесь на все. Лично для меня это, пожалуй, самое трудное, потому что я хочу на все согласиться и всем помочь, всех поддержать. Мне очень хочется говорить «да» всему, но нельзя отвечать согласием на все. Иначе можно связать себя непосильными обязательствами, финансовыми, каких-то делах. Это приводит к беспорядку во всем и становится причиной конфликтных ситуаций. Вы не будете ничего успевать и станете винить себя за это. Согласно посланию Иакова 3.16, подобное состояние открывает дверь для неустройства и всего худого. Слово «худой», греческое слово «фаулос» означает нечто очень плохое, грязное, безобразное, омерзительное, непристойное. Когда вы попадаете в конфликтную ситуацию, открывается дверь для дьявола. Этого нужно избегать. Поэтому хватит говорить «да» всему, и тогда перестанете конфликтовать с самим собой. Ваш распорядок придет в порядок. В финансовой сфере будет стабильность. В семье будет мир, наладится отношение. Просто не нужно соглашаться на все. Есть вещи, которым нужно говорить «да», это факт. Но никогда нельзя соглашаться на то, от чего нужно отказаться. И если вы будете говорить «нет» тому, чего не должно быть в вашей жизни, то вы сделаете свою оборонительную стену еще крепче, а дьяволу будет еще труднее проникнуть внутрь. Это очень важно. Настало время для седьмого правила. Правило номер семь. Каждый день молитесь о исполнении Святым Духом. Об этом говорится в послании к Ефесянам 5, 18-21. Апостол Павел пишет. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя, псалмами, словословиями, песнопениями духовными, паяя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, а повинуясь друг другу страхи Божьим». Павел начинает такими словами. «Не упивайтесь вином». Глагол «упиваться» описывал поведение пьяниц, людей без выдержки. И мы уже рассказывали, что когда человек не трезв, он безоружен, совершает несвойственные ему вещи, говорит то, что обычно не говорит, позволяет то, чего обычно бы не позволило. И когда Павел говорит «не упивайтесь вином», он имеет в виду «будьте трезвыми». О том же написано в 1 Петра 5.8. «Трезвитесь, бодрствуйте». Итак, Павел повелевает «перестаньте упиваться вином, не бросайте свое оружие, вместо этого исполняйтесь Духом». «Исполняться» — греческое слово «плерао» означает «наполнять до краев», «полностью заполнить». Причем автор поставил этот глагол в форму продолженного времени, что можно перевести так. «Постоянно исполняйтесь Духом, непрестанно, не останавливайтесь». Это значит, что каждый день нам нужно наполняться Святым Духом. Однажды человек впервые переживает исполнение Духом. Но с этого момента его цель — продолжать наполняться Духом, постоянно. Когда я просыпаюсь утром, я молюсь о наполнении Святым Духом. Уходит несколько секунд, но результат потрясающий, когда вы снова и снова наполняетесь силой, вдохновением, божественной энергией. Все меняется. Ваш образ мышления меняется, а вы становитесь менее уязвимыми для атак. Давайте прочитаем, о чем говорится дальше. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пояя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». И в заключении апостол говорит, что мы должны повиноваться друг другу. Это описание человека, который надежно защищен от атак дьявола. Он настолько наполнен Духом, назидает себя. Греческое слово «псалмос» означает петь хвалебные песни, словословие. В греческом это слово «хумнос» — «духовное сочинение», цель которого — воздать славу Богу. Вместо того, чтобы размышлять о себе, нужно сосредоточиться на Боге, на Его благости и славе. Песнопение духовное — это песня в духе, пение в духе или на языках. Глагол «воспевать» означает «перебирать струны». Но речь идет не просто об инструменте, а о мелодии в сердце, а также музыцирование, исполненное искренности. Это описание неунывающего человека, который настолько полон Духа, что поет песни, исполняет гимны, поет на языках. Дух переполняет его, влияет на его мысли и эмоции, он наполнен до краев. Такого человека дьяволу невероятно трудно одолеть. Даже если враг попробует напасть, у него ничего не выйдет, потому что Бог наполняет этого человека. Далее Павел говорит, что такой человек благодарит. Очень трудно испытывать негативные эмоции, когда ты полон благодарности. Библия говорит, что когда мы исполняемся Духом Святым, то мы также наполняемся благодарением. И, наконец, в следующем стихе говорится, что мы должны повиноваться друг другу. Слово «повиноваться» в греческом тексте означает «покоряться» или «подчиняться кому-либо». Когда мы исполняемся Святым Духом, то мы готовы принять помощь, получить поддержку от своих союзников. Дух Святой наполняет нас, дает силу изменяться и получать защиту от атак врага. Итак, вот все семь правил. Давайте перечислим. Первое. Каждое утро проводите время с Богом. Второе. Каждый день проводите время, насыщая свой Дух из разных источников. Три. Каждый день проводите некоторое время в тишине. Четыре. Каждый день проводите время с теми, кто укрепляет вас. Пять. Каждый день находите время, чтобы остановиться и признать Божье величие. Шесть. Каждый день говорите «нет» тому, что не следует делать. Номер семь. Каждый день молитесь о исполнении Святым Духом. Если вы будете следовать этим правилам, то построите надежную оборонительную стену, которая не даст дьяволу и шанса проникнуть в вашу жизнь. И даже если он попытается напасть, он не сможет попасть внутрь, потому что вы последовали этим всеми полезным советам, которые помогли вам построить прочную преграду для врага. Вы осторожны, бдительны, приняли меры, чтобы дьявол никогда не мог преодолеть вашу защиту. Соблюдение этих правил приносит хороший результат. Это так, я их сам соблюдаю. Теперь давайте вернемся в Сардис, где мы начали эту передачу. Там находилась церковь, к которой Христос обращается в третьей главе книги Откровения. Господь вели церкви покаяться. Он говорит ей, что не находит ее дела совершенными. Что же случилось в древнем городе Сардисе? Очень важно, чтобы мы завершили серию, поговорив об этом. Сардис находился на возвышенности. Акрополь. У него была репутация города, в который невозможно проникнуть. Жители Сардиса считали себя настолько защищенными, что стали хвастаться своей безопасностью. Они говорили так. Мы живем в Сардисе, в городе, который никогда не падет. Мы живем на вершине огромной горы. Высокие, толстые стены защитят нас. Враг никогда не сможет проникнуть сюда. История гласит, что у сардийцев была репутация весьма надменных людей. Они настолько полагались на свое безопасное положение и были так уверены в том, что непобедимы, что не обратили внимания на тектонические изменения. На протяжении многих лет земная кора двигалась, и появлялись трещины в стенах города. Трещины появлялись постепенно, едва заметно. На это ушли многие годы, но из-за надменности и убежденности в своей безопасности жители города не уделяли должного внимания укреплению основания своих построек. Из-за халатного отношения и нежелания замечать разрушительные процессы, которые происходили в фундаменте стен города и зданий, жители Сардиса не увидели трещин, которые появились. И однажды персы подступили к стенам города, заметили трещины, и враг понял, что может воспользоваться ими и проникнуть в некогда неприступный Сардис. Ночью, когда горожане мирно спали, персы поднялись по скалам, к городским стенам проникли внутрь через трещины. И когда горожане проснулись на утро, они обнаружили, что город захвачен вражескими войсками. Враг пробрался в город через трещины, которые появились в стенах. Этого можно было избежать. Если бы жители города Сардиса были внимательными, если бы они не проявили неосмотрительность, и если бы они обратили внимание, что городские стены трескаются, но они утратили бдительность, стали неосторожными, проигнорировали важнейшие правила обороны, и пропустили образование трещин и позволили врагу проникнуть в их город. Это заставляет меня задуматься о словах Петра в первом послании Петра 5,8. «Бодрствуйте, возведите оборонительную стену, потому что дьявол, ваш враг, ищет лазейки, трещины и прочие способы проскользнуть в вашу жизнь». И теперь мы знаем историю Сардиса. Что сказал Иисус, обращаясь к церкви в городе Сардисе? «У вас не все гладко, друзья. Вам нужно многое исправить, и во многих сферах нужно навести порядок. Вы должны понять, что потеряли бдительность, и вам нужно покаяться». Что это означает? Слово «покаяться»? Греческое слово «метаноэо», и я прочитаю своих заметок. Это слово описывает принятие решения, которое приводит к совершенному, радикальному и полному изменению поведения. Слово «покаяться», греческое слово «метаноэо», также означает решение полностью изменить свой образ мышления, убеждения или образ жизни. Слово «покаяться», «метаноэо», описывает решение изменить свой образ мышления, убеждения, поступки. Это комплексная трансформация, воздействующая на все внутренние и внешние аспекты жизни человека. и приводящее к изменениям в его поведении. Иисус, обращаясь к церкви в Сардисе, сказал, друзья, «У вас далеко не все прекрасно. У вас есть проблемы, они связаны с потерей бдительности. Вы небрежны. Вы должны заделать трещины в фундаменте. Дьяволу удалось проникнуть в ваши ряды. Ваши дела не так уж хороши. Настало время понять, что нужно меняться». И Иисус не говорит, что нужно признать ошибку или принести извинения. Он сказал, «Покайтесь». А покаяние – это действие, которое закроет дверь. Ты должен заделать трещины. Повеление «покаяться» означает, не говорите, что вы сожалеете. Недостаточно просто сожалеть. Нужно что-то сделать. Нужно измениться. Возможно, благодаря нашим передачам вы смогли обнаружить в своей защите лазейки для врага. Они могли появиться из-за вашей невнимательности, небрежности, непослушания. Быть может, они стали результатом вашей оплошности. Вы случайно сделали то, чего делать нельзя. Причиной могло стать нарушение духовного закона. И благодаря образовавшейся трещине дьявол получил к вам доступ. Вам нужно покаяться. Ваше покаяние запрет двери, заделает трещины и не позволит дьяволу снова проникнуть в вашу жизнь. Если вы знаете, что у него появился доступ, перекройте его. Это важное учение. Оно многое изменит в вашей жизни. Если вы примете и будете делать то, что нужно, все мои семь практических советов о том, как построить оборонительную стену, осуществимы. И они позволят вам не пускать дьявола в свою жизнь. Было чудесно делиться с вами этим учением. Я скоро вернусь к вам и помолюсь за вас. Продолжение следует... Вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Меня зовут Джол Реннер. И я хочу выразить благодарность всем нашим дорогим партнерам. Ваша поддержка помогает нам заботиться о людях, от которых общество отвернулось. Оказание помощи больным, прикованным к постели, бездомным, сиротам, инвалидам, детям, живущим на улице и заключенным — это одно из основных направлений нашего служения. Прежде всего, мы говорим им о том, что Иисус любит их и дарим им Евангелие. А еще мы обеспечиваем их основные потребности, и они видят, что Бог на самом деле заботится о них. И все это не было бы возможным без вашей поддержки. Друзья, еще так много людей нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам стать нашим партнером уже сегодня. Ваши даяния могут изменить жизни людей. Нам необходима ваша поддержка. Когда вы жертвуете, это дает нам возможность нести Евангелие не только нашему ближайшему окружению, но даже до краев земли. Каждый из нас вносит свой вклад в эту работу, и прямо сейчас вы можете стать нашим партнером и поддержать наше служение финансово. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Делиться с вами этим учением было замечательно. Я молюсь о том, чтобы оно изменило вашу жизнь. Хочу напомнить. В 1 Петра 5.9 я прочитаю мой расширенный вариант. В традиционном переводе написано «Противостоите дьяволу твердую верою». Дословный же перевод звучал бы так. Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать организованное сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Я дал вам несколько практических советов, которые помогут вам укрепиться. Будьте готовы оказать организованное сопротивление. Нет сомнений, что дьявол собирается напасть на вас. Он атакует всех. Не нужно бояться его. Нужно знать о нем. Нужно бодрствовать, трезвиться и заранее предпринимать меры. И тогда враг ни за что не преодолеет вашу защиту. У вас все получится. Я учу вас именно этому. Очень хочу, чтобы вы не упустили возможности скачать бесплатно серию учений «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Она основана на учении из этих программ и сопровождается замечательным учебным пособием, где подробно разобраны все принципы, о которых мы говорим в этих передачах. Чудесный материал. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса я стою плечом к плечу с моим другом, подобно солдату союзных войск. Повелеваю дьяволу убраться из его жизни. Молюсь о том, чтобы через покаяние все двери были заперты, трещины заделаны, и чтобы дьявол больше не смог найти способа пробраться. Во имя Иисуса. Аминь. Было замечательно. Помните о том, что говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово царя, там власть. Пусть Божье Слово действует в вашей жизни сегодня. В нем наша сила. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на Ютубе. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на Благая Весть онлайн. И для того, чтобы не пропустить ни одно видео, которое мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о Благой Вести онлайн. Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю вашу жизнь, мир и благодать. Субтитры создавал DimaTorzok